А сейчас пришло время слушать Божье Слово. Сегодня есть слово одно в моем сердце. Я бы назвал, назову его, не назвал бы, а назову его фундаментальным словом. Фундаментальным, друзья, потому что это слово, оно, если мы его поймем, оно способно изменить нашу жизнь. Знаете, есть сейчас вещи, о которых я молюсь за церковь. Я вам попробую объяснить ее в нескольких предложениях. Я молюсь в этом году о том, чтобы церковь становилась зрелой. Церковь не наша только, а вообще церковь. И, конечно же, чтобы в нашей церкви каждый человек тоже становился зрелым. Знаете, зрелость это такой интересный период, когда мы с вами хотим многого, но понимаем, что правильно. У кого есть желания какие-то в этой жизни? Но кто из вас понимает, что некоторые из этих желаний, они попросту даже не нужны? Вот я думаю, что человек становится зрелым тогда, когда он способен понимать, что мне этого хочется, но мне это не нужно. Я помню, когда мы только, помню, поженились, и знаете, такой вот, если у тебя, я не шопоголик, хотя, так, иногда, когда зайду в магазин, редко, когда выйду оттуда, так, знаете, что, о, прикольная вещь. Вот, но потом приходит момент, когда ты начинаешь понимать, иногда даже бывает, слава богу, что у нас появилась возможность сдавать вещи, я уверен, здесь в этом зале есть не я один такой. Еще есть такие, знаете, когда ты купил, проходил домой, пришел, посмотрел, помню, что зачем оно мне надо? А когда покупал, думал, что надо. Есть такие люди тоже? Бывают, да? Ну, есть такие чудики, мы, мы бываем, нас много, давайте держаться кучками, и распродажи тогда будут хорошие вещи. Короче, и знаете, вот в этот момент ты взрослеешь, становишься зрелым, когда ты понимаешь, что есть вещи, которые хочется, но они не нужны. И вот я бы хотел, чтобы в этом году мы, как церковь, тоже становились, чтобы была такая ревизия, чтобы мы понимали по-настоящему, какие вещи нужны, а какие вещи не очень нужны. И вот сегодня проповедь, одна из вещей, ну, это проповедь на ней, наверное, одна из вещей, которые по-настоящему, они важны, они по-настоящему зрелы, по-настоящему нужны, вот по-настоящему. Так, опача, здрасте вам приплыли, привет, привет. Друзья, обратите внимание, мы молились уже за военных, но кто не знает, это Юра, это один из ребят, за которого молимся тоже из наших подразделений, так что, Юрчик, я тебе делюсь, рада будет тебя видеть, рада видеть, слава богу, добро пожаловать, добро пожаловать. Итак, друзья, хочу сегодня, тема проповеди сегодня звучит следующим образом. Уничтожь этих великанов. Кто скажет, прям какой-то милитаризовался у нас пастор, да? Уничтожь! Нет, друзья, на самом деле, когда я думаю, что когда вы послушаем эту проповедь от начала до конца, я думаю, что вы тоже проникнетесь этой мыслью и поймете на самом деле о том, что есть некоторые сущности, которым не надо давать место и не надо давать жизни. Я сейчас не о людях говорю, не о национальностях, ни в коем случае. Я говорю сейчас, друзья, о неких сущностях великанов, которых необходимо, с которыми разобраться. Итак, давайте мы прочитаем с вами одно интересное место из Библии. Книга чисел, 13 глава, с 28 по 34 стихи. Итак, и рассказывали ему, кто не знает, друзья, в этой истории рассказывали Моисею. Это история о 12 соглядатах, 12 разведчиках, 12 недиверсантах, недиверсионно-разведывательных группах, но плюс-минус примерно так, это больше разведывательной группы. 12 человек, разведывательная группа из 12 человек была заслана в глубокий тыл противника, и там, находясь в глубоком тылу противника, они получали разведданные об основных передвижениях, местах дислокации и так далее. Кто-то сейчас, о чем он говорит? Это военный сленг. Итак, и рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. И они принесли плоды, которые были на этой земле. «Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитеи, Евеи, Ивусеи и Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели, мы среди нее, люди великорослые». В другом переводе написано «люди великаны». «Там видели мы и исполинов сынов Енаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Печальная история, на самом деле. Смотрите. Бог обещает израильскому народу. Он говорит, «Я введу вас в землю, в которой течет молоко и мед». То есть, понимаете, друзья, давайте будем переводить на реалии нашего времени. Все мечтают о победе. Есть кто-нибудь, кто мечтает о победе Украины? Если я задам вам вопрос, логичный очень, почему вы мечтаете о победе Украины? Почему? Мы хотим спокойно жить. Мы верим, что там, когда будет победа, жизнь будет достаточно, жизнь будет со знаком плюс. Кто согласен с этим? То есть, нет ущемления, есть свобода, свобода самовыражения, свобода слова и так далее. Мы видим. Поверьте, если бы народ, знаете, есть такое выражение, один мудрый человек сказал, ты можешь обманывать всех людей, но ограниченное количество времени. Ты можешь обманывать ограниченное количество людей все время. Но ты не можешь обманывать всех людей все время. Вы знаете, если бы в Украине действительно было плохо, поверьте мне, кто-нибудь бы, их было бы не единичное количество, не единица, они бы сказали, «Я не хочу, мне не нравится». Но если сегодня практически большинство народа, спустя какое-то количество времени, они говорят, мы хотим жить в этой Украине, в такой, какая она есть, значит, в ней есть что-то со знаком плюс. И вот смотрите, это примерно похожая история. Бог обещал, он говорит, я вывел вас из рабства египетского, мы об этом говорили с вами несколько проповедей назад. Бог вывел из рабства, и он говорит, я введу вас в землю, в которой течет молоко и мед. И народ нацелился, народ настроился, они понимают о том, что Бог действительно имеет прекрасное для них. Они уже вышли из египетского рабства, Бог их кормил, Бог их одевал, Бог их питал водой в пустыне, там, где всего этого не было. И вот они уже привыкли идти с Богом, и они знают, что то, куда ведет их Бог, там прекрасно, там многое со знаком плюс. И вот смотрите, они подходят к границам этой земли, и как мудрый полководец Моисей, как мудрый главнокомандующий, руководитель армии, он направляет 12 разведчиков от разных колен. Потому что, кто знает, друзья, это как от разных родов войск, может быть, по-разному. Он направляет и говорит, посмотрите и вернитесь с докладом. Что вы там увидите? И вот смотрите, возвращается 12 человек, 10 из них говорят, земля, куда ты послал нас, да, она хорошая, да, в ней есть многие классные вещи, но там есть нечто великанное, которое могут уничтожить нас, мы не пойдем туда. И знаете, какой они аргумент приводят? Это аргумент такой, он очень логичный. Знаете, я его называю, он реалистично логичный. Вот, знаете, хотите немножко сейчас, чтобы вы поняли, насколько это, можно попросить, если можно, Леночка, иди сюда, пожалуйста, и Лачин, подойдите на секунду. Вот, я хочу просто, чтобы вы поняли, друзья, сейчас реалистичную логичность того, о чем говорят эти люди. Вот, давайте, вот, просто для понятия, для понимания, чтобы вы понимали. Вот, просто, смотрите, они говорят, мы видели этих людей. Мы видели этих людей. Им говорят, тебе нужно победить его. И они говорят, мы были как саранча в их глазах. Ну, в своих глазах вначале были как саранча. Говорят, мы уверены, но и в их глазах мы тоже были как саранча. Понимаете, друзья, какая картина? Помните на прошлой проповеди Давид и Голиаф? То есть, он говорит, я, более того, их десять таких. Вы понимаете, что такое? Десять таких человек. Они собираются, они, десять таких Леночек, и они говорят, нет, нет, мы не пойдем. И тут два, таких же ростом. Выходит и говорит, нет, мы сможем их победить. Вы понимаете, друзья, эту картину? Я хочу, чтобы вы понимали. Кто видит в этом определенную параллель между сегодняшней Украиной и Россией, например? Да? Когда все пришли, вы знаете, за три дня до начала войны, например, министр экономики, министр финансов, если не ошибаюсь, Германии сказал, говорит, послушайте, о чем вы говорите, три дня у вас не будет. Какая экономика, какие деньги, о чем вы рассказываете нам? Сегодня 263, если не ошибаюсь, день войны уже. И мы побеждаем. Смотрите, десять таких человек, они говорят, мы не можем победить. Смотрите, они говорят, мы не можем войти в эту землю, потому что там есть эти большие люди. И в глазах этих больших людей ничего не получится. Ничего не выйдет. Ничего не получится. И они описывают, они говорят, это сыны Инаковы. Кто знает, это были люди, которые были ростом 3,5 метра и выше. Один из потомков сынов Инаковых, это был как раз Голиаф. Голиаф, это был потомок, человек из рода. Это огромные, великие, такие, знаете, великорослые люди. Кто-нибудь в Голландии когда-нибудь был? В Голландии. Если вы приедете однажды в Голландию, друзья, вы увидите в аэропорт, когда вы зайдете, знаете, я такой, ну я невысокий на самом деле, ну чувствую себя, вот Лачин, думаю, он высокий. Это вы в Голландии не были. Просто, чтобы вы понимали, там по аэропорту ходят, в основном 2, 2, 10 ростом люди. Я на них смотрел, такое не могу понять, думаю, почему, как у них здесь все такие высокие. Нет, там есть невысокие люди тоже, но их немного. В Швецию пропадите. Наследие викингов. Посмотри, они же высокие, большинство из них. Они, знаете, такие вот, ну, вот такие вот оттуда. Так вот, смотрите, вот эти маленькие люди, они говорят, смотрите, мы видели Исполинов, сынов Янаковых, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были в глазах этих людей. И вот смотрите, спасибо, присаживайтесь, можете им похлопать, они молодцы. Каждый по-своему. Так вот, друзья, о чем я хочу сегодня сказать? Уничтожь этих великанов. И знаете, что я понял? Когда, я хочу, чтобы мы с вами послушали эту проповедь, мысль, основная мысль ее заключается буквально в следующем. Ты можешь, первое, уничтожить великана, второе, тебе нужно их уничтожить. То есть, как бы, вы понимаете, вариантов нету. И тогда возникает вопрос. Хорошо, ладно, ладно. Одна, два, двое из этих Леночек, из 12 Леночек сказали, окей, мы можем. Значит, что-то они поняли, что-то они видели, что-то они знали. У меня вопрос к вам сегодня. Из 12 этих человек, скажите, за кем бы вы хотели последовать? За 10, которые говорят, это нереально. Или за двумя, которые говорят, мы сумеем их победить. У меня вопрос к вам. За Богом. Молодец. Универсальный ответ. Универсальный ответ. За Богом последовать. Как всегда. Дима Бурик, что ты хочешь? Что ты скажешь? Друзья, за двумя пойти или за 10? И вот возникает логичный вопрос. Но, если ты идешь за 10, как бы там все понятно, никакой проблемы. Пойдешь за двумя, тебе придется уничтожить этих великанов. Иначе они не отдадут свою землю. Они не собираются оттуда уходить. Они там живут. Более того, в их глазах ты как саранча. И вот сегодня как раз об этом я хотел бы с вами, друзья, и поговорить. Итак. Смотрите. Для того, чтобы победить, мы говорили в прошлом проповедь, помните? Начни сезон или начинай сезон победы. Помните? Начинай сезон победы. И мы поговорили с вами о том, что сезон победы это верой. Я отступаю назад для того, чтобы Бог шел впереди. Потому что Бог, когда я следую за Ним, я знаю, что я буду побеждать. Но вот здесь наступает интересный момент. Вот они подошли, и вот вроде бы они должны отступить назад, чтобы Бог пошел впереди. И двое из десяти так говорят, но вдруг десять начинают говорить, а я не могу. А я не могу. Почему? Потому что есть некие великаны. Я хочу сказать сегодня каждому из присутствующих. Друзья, поверьте, наше с вами общество или сообщество ничем не отличается от сообщества вот этих двенадцати людей, это сообщество израильского народа. Более того, если вы внимательно прочтете Библию, всю эту историю, книгу чисел, как вы думаете, к чьему мнению прислушался израильский народ? Кто читал эту историю? К мнению десяти. И знаете, что произошло? Следующие сорок лет они провели в египетской пустыне. В пустыне провели, потому что им необходимо, нужно было, чтобы вымерло то поколение, вымерло то поколение десяти, которые не поверили. И знаете, кто из тех двенадцати вошел в землю обетованную? Двое. Маленьких леночек, которые к тому времени выросли, не до трех метров. Но они выросли, и они, то есть благодаря им, вот этот народ, народ, который был, он поменялся, и через спустя сорок лет они все-таки вошли в эту обетованную землю, и мы знаем, что они и сегодня там находятся. Так вот, друзья, начиная сезон победы, нужно понять, что нам предстоит столкнуться, первое, с чем предстоит столкнуться, нам предстоит столкнуться с некими великанами. Что это за великаны? Мы попробуем сегодня с вами разобраться. Но вначале давайте еще раз прочтем этот стих. Хочу обратить ваше внимание на этот стих, числа 13-28. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней течет молоко и мед, и вот плоды ее. Я хочу, чтобы мы с вами поняли, когда мы следуем за Богом, Бог никогда не ошибается, Он никогда не промахивается. Он не промахивается, Он делает то, что необходимо сделать. И то, куда Он ведет свой народ, Он приводит в правильное место, поверьте. Может быть, это место отличаться будет от нашего с вами представления, но оно точно будет классным. Итак, есть некоторые люди, есть две категории людей. Некоторые люди ошибочно верят, что невозможно победить. Или, наоборот, они верят о том, что мы уже победили. Знаете, кто-то говорит, Иисус Христос победил, значит и я победил. Да, Иисус Христос победил, сто процентов. Это аминь. Но у меня вопрос к вам. Как вы думаете, сражаться придется или нет? Придется сражаться. Еще и как. И вот здесь вот есть проблема. Есть некоторые люди, которые, знаете, они говорят, я не буду сражаться, мы проиграем. А есть другая категория людей, которые говорят, слушай, я уже победил, все, расслабься, успокойся, все будет так, как оно должно быть. Нет, друзья, так не будет. Знаете, я в прошлый раз рассказывал, сегодня напомню еще раз, в самом начале войны, когда вот я увидел о том, что за российской, скажем, пропаганда есть определенная ложь, я говорю всегда, отец лжи сатана, я знаю, что они проиграли. Но, значит ли это, что не будет потерь? Значит ли это, что не будет боевых сражений? Нет. Будут бои, будут сражения, будут потери, будут смерти. Оно все будет происходить. И, знаете, я подвожу вас к тому, что, друзья, когда мы говорим о том, чтобы уничтожить великанов вот в этой жизни, для того, чтобы войти в обетованную землю, мы должны приготовиться с вами к сражению. Я знаю, что есть много людей, и, кстати, вот женщины, ну, я не хочу сейчас сказать плохо, но одна из причин, почему женщины не берут в армию, потому что женщины, бывает, когда приходит критический момент, они больше подвергаются панике, более подвержены панике. Кто-то успел это заметить, да? Ну, так бывает. Они нервничают, волнуются, и они могут опускать руки в этот момент. Мужчина менее подвержен, поэтому он как-то, знаете, до него тяжелее доходит, вот так скажем. У него шея длиннее, туго до него доходит. Точнее, до него доходит потом, когда уже закончилось сражение, он говорит, надо же испугаться было. Понимаете, да? То есть он тоже боится, но чуть позже. Ну, берут, да, ну, ну, как бы, ну, берут, ладно. Никто же не против. Ну, до мужчин доходит туже, ну, дольше. Так вот, смотрите, друзья, для того, чтобы побеждать этих великанов, вы должны понять, то, что сделал Иисус, я вот так записал для себя. Христос – это жертва Божьей милости, но она не отменяет битву. Она лишь дает нам преимущественное право на победу. Да. Она дает нам это право на победу. Кто из вас понимает, что сегодня, например, я буду проводить такую параллель, потому что она близка. Кто из вас понимает, что сегодня вооруженные силы Украины отчасти, я не буду говорить во многом, скажу отчасти, они побеждают, потому что есть вооружение, которое передает развитый Запад. Кто понимает это? Ну, это помогает, правда? Так вот, я вам хочу сказать, друзья, это дает нам преимущество на победу, но это не отменяет сражение, правда? Точно так же, когда мы говорим о том, что Христос победил, мы должны понять, что это наше право на победу, но это не означает, что это победа. Это не гарантирует саму победу. Это не устраняет самого сражения. И вот здесь, как верующий, я бы хотел сегодня, чтобы мы с вами поняли или осознали стратегию, которую имеет Бог для того, чтобы мы могли действительно уничтожать великанов. И сейчас я говорю не только о победе Украины. Итак, друзья, давайте посмотрим, как в реальной жизни происходит, чтобы мы поняли, где же эти великаны спрятаны. Я прочитаю вам историю тоже из жизни Моисея, из жизни того же Моисея, чтобы мы понимали, что Моисей с этим столкнулся. Я однажды, давайте сразу такое отступление, в начале моей христианской жизни я для себя обнаружил одно очень такое непонятное несоответствие. Давайте расскажу о нем. Я читаю о том, что Моисей вел израильский народ. Он вел его 40 лет и так далее. И Бог его использовал. Он сказал, ты выведешь народ и приведешь его в обетованную землю. И кто из вас читал или слышал о том, что Моисей не вошел в обетованную землю? Кто в курсе об этом? Он не вошел туда. Я помню, я когда впервые об этом прочел, у меня такое, знаете, было внутреннее, ну такое несогласие, возмущение внутреннее. Думаю, а почему он туда не попал? Ну он же вел израильский народ. Если вы почитаете Моисея, Хайли, почем свет там, ну на чем свет стоит? Постоянно его, то, короче, вдоль и поперек его распинали, то они, то родные, брат с сестрой восстали против него. Вы в курсе? Там целая проблема была. Моисей, думаю, ну кто-кто заслуживал уже войти в обетованную землю? Так точно Моисей. И Бог написан, мы читаем Библию, он перед тем, как они пришли к Иордану, за которым начиналась обетованная земля, спустя 40 лет, он поднимается, и Бог ему говорит, посмотри на обетованную землю, но ты туда не войдешь. Я когда это прочел, думаю, как несправедливо, Боже мой, что ж такое? Вот давайте прочтем одну интересную историю, которая стала объяснением этой несправедливости. Мы будем читать числа 20 глава с 7 по 12 стихи. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты, Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Обращаю ваше внимание, смотрите, он говорит, и что сделаете? Скажите в глазах их кому скале. То есть на словах обратитесь к скале, и скала даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал им, послушайте непокорное, разве нам из этой скалы извести для вас воду? То есть, может нам воду из этой скалы для вас добыть? И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Скажите, это прекрасно или нет? Изумительная вещь, будь здоров, аминь. Слушайте, прекрасная вещь. Народ нуждался, народ начал пить. Кто-то скажет, ну что еще здесь нужно ожидать? Давайте прочтем реакцию Бога. И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою, то есть исключительность мою, перед отчами сынов Израилев, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Слушайте, что непонятно, да? Он говорит, дайте им пить, они дают пить, и Бог говорит, из-за этого вы не войдете в землю. Я поначалу, когда читал впервые, я не обратил внимания, думаю, стоп, подожди, какой-то Бог, справедливый Бог, какой-то несправедливый. Кто может сказать, почему Бог сказал, что они не войдут, за что? Что не так сделал Моисей, кто знает? Бог сказал ему, ты скажи этой скале, а Моисей, знаете, что он решил сделать? Он решил подстраховать Бога. Он решил подстраховаться, думать, я скажу, а вдруг не пойдет, и так далее, и так далее, и вот он принимает решение. Он же до этого видел, помните, жезлом стукнул посохом, простер посох, раступилось Черное море, жезл бросил на землю из него змея, потом из жезла вышла этот самый огонь, и так далее. То есть он видел, что жезл имеет некие такие, условно назовем, магические супер-сверхсвойства. Знаете, вот сверхсвойства. Друзья, я скажу вам так, точно так же и в нашей жизни нам свойственно зачастую полагаться на какие-то вещи, потому что мы видели, как они в прошлом работают, правда? И знаете, в чем был грех Моисея, из-за чего Бог сказал, что ты не войдешь в обетованную землю? Моисей больше полагался на себя, нежели на Бога. Моисей больше был уверен в своих действиях некоторых, поэтому он решил подстраховать Бога. Знаете, я вам хочу сказать, почему, или о каких великанах идет речь? Речь, друзья, идет о великанах, и в первую очередь сегодня эти великаны, с которыми тогда столкнулись те 12 соглядатые, они сегодня находятся на территории нашей жизни. Они находятся сегодня в нас. Сегодня эти великаны, друзья, которых мы видим, великаны, которые заставляют нас чувствовать себя чуточку более важными, чем мы есть на самом деле. Великаны, которые заставили Моисея стукнуть по этой скале, нежели обратиться к ней. Что это за великаны? Давайте посмотрим. Можно список, Лен, если вы сделали? Итак, друзья, хочу обратить, назвать вам сегодня этих великанов. Если можно, слайд. Да. Итак, друзья, что это за великаны? Смотрите. Это гордыня, упрямство, своеволие, чрезмерная любовь к самому себе, тщеславие, ложь и лукавство. Я хочу вам сказать, а? Все про меня. Слава. Видишь, кто-то узнал. Кто-то пришел, значит, уже к Иордану там, да? К земле обетованной. Смотрите, друзья. Что это за великаны? Давайте объяснем. Это великаны, которые заставляют нас чувствовать себя вначале сильными, но заставляют нас чувствовать себя сильными ровно до тех пор, пока мы не выходим встречаться с великанами. У меня вопрос. Смотрите, вот логика такая. 12 разведчиков, которые отправили. Они когда шли, пока они еще не видели обетованной земли, они нормальные были воины? Нормальные воины были. Но, когда они столкнулись с великанами, вдруг они начинают понимать, стоп, мы никакие. Мы никакие совершенно. Мы маленькие, мы незначительные, мы слабые. Знаете, я как-то разговаривал с одним человеком, который в первые несколько недель оккупации оказался в Черниговской области. И как-то так он выходил там на поле, мы с ним общались, ну, периодически было. И он мне сказал, говорит, я не понимаю, как их можно победить. Он говорит, ты понимаешь, говорит, я стоял, ну, мой дом, говорит, там возле дороги, говорит, полтора или два часа шла колонна. Говорит, ты понимаешь, это не 100 танков, не 200, не 300. Говорит, просто колонна, говорит, их тьма. Их тьма. И знаете, когда он разговаривал, я понимал о том, что, ну, у него нету понимания победы. Он говорит, их тьма, их нереальное количество на самом деле. Смотрите, друзья, то же самое произошло с этими 10 людьми из 12, которые приходят. Они приходят на территорию, они говорят, невозможно победить. А теперь у меня вопрос. Кто-то спросит, а почему вы решили выбрать именно эти? Я хочу вам сказать, друзья, дело в том, что именно вот эти великаны, они, когда мы сталкиваемся с тем, что Бог хочет или Бог имеет для нас, именно эти великаны не дают нам, они останавливают нас. Они заставляют чувствовать себя, себя, нас заставляют чувствовать себя малозначительными и чувствовать себя, что мы как саранча. Ну, вот смотрите, давайте приведу вам пример. Гордыня. Что такое гордыня? Гордыня означает о том, что я молодец, я первый, я сильнее и так далее, и так далее и тому подобное. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, человек сильный, он всегда выигрывает? Иногда проигрывает, да? Кто-то говорит даже, что сильный человек, это не тот, кто всегда побеждает, а тот, который проиграв, может подняться и идти дальше. Слышали об этом? Скажите мне, чего не будет делать гордый человек? Он никогда не будет вставать. Потому что для него малейший проигрыш является мгновенно поражением. Он опускает руки, он не хочет сражаться дальше. Он не может сражаться. Он чувствует и говорит, я не смогу победить. Более того, хочу вам сказать, гордые люди зачастую, они предпочитают проигрывать заранее, потому что они не могут выиграть. Они просчитывают, они понимают, они всегда думают о том, а как я буду выглядеть, когда я проиграю? Поэтому зачастую он не выступает против великанов. Он не идет, он не может войти в обетованную землю, потому что априори он слаб. Из-за чего он слаб? Из-за этой гордыни. Возьмем второе. Упрямство. Слышали, наверное, это выражение? Умный в гору не пойдет. Умный в гору. Умный будет лупить об нее головой, друзья, до тех пор, пока он не поймет, что его голова, ну, она более слабая. Вы знаете, зачастую упрямство, оно, кто-то говорит, упрямство сворачивает горы. Нет, упрямство сворачивает шею. Кровь сворачивает другим, а себе шею. Вы понимаете, друзья, посмотрите, ну, вы понимаете, что мы не можем, мы не можем, скажите мне, можно ли заставить Бога изменить его волю? Но упрямый человек будет говорить, а мы попробуем. А я попробую. Третий момент. Своеволие. Что означает своеволие? Это когда я говорю, а я считаю, что так будет лучше. Что мы видим, друзья, сегодня, например, глядя, да, например, глядя на карту военных действий, что я вижу сегодня? Я вижу, что своеволие упрямство и гордыня обычно заканчивается сумасшедшим домом. Потому что ты не можешь противоставить свою волю. Кто-то скажет, так а почему здесь великаны? Так а вы попробуйте от этого избавиться. Вы попробуйте от этого избавиться. Чрезмерная любовь к самому себе. Нет, Господи, я люблю тебя, я люблю братьев и сестер, я люблю эту землю. Но если будет не так, как я хочу, то не будет никак. Почему? Мы любим себя. Знаете, есть некоторые люди, они читают две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего все в сердце, всей душой своей, всей крепостью, всем разумением. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Знаете, какая у многих людей, у многих верующих, самая главная из этих двух заповедей? Возлюби самого себя. И знаете, как говорят? Сначала мне нужно полюбить себя. Научиться любить самого себя, тогда я начну, после этого я начну любить Бога, и после этого я начну любить ближнего. Все заканчивается, сначала я полюблю самого себя. А это же бездонная бочка. Там же ты уже смотришь, он любит себя уже, любит, он уже перелюбил себя, понимаете? Уже прелюбодеяние пошло. Передоз любви к себе, понимаете? И он говорит, еще тут чуть-чуть почеши, и тогда точно начну следовать за тобой. Оно так не работает, друзья. Ты не можешь, влюбившись в самого себя, потом начать любить Бога. Потому что любовь к Богу подразумевает отречение как раз от самого себя. И любовь к самому себе, она заключается в том, чтобы полюбить Бога. Когда мы начинаем вначале любить Бога, в этот момент у нас снимаются шоры, и мы начинаем реально смотреть на жизнь. И мы понимаем о том, что стоп, подожди. Давайте приведу вам простой пример. Смотрите, смотрите, как это работает. Вот смотрите, возьмите одного человека, который влюблен в себя просто безмерно. Ну, нарцисс такой, знаете. И возьмите другую, такую же нарциссиху. И попробуйте соединить их в семью. Что мы получим? Из двух цветочков. Обратите внимание, из двух цветочков. Знаете, да, куда два цветочка носят? Просто эти два нарцисса, они же задавят друг друга. Вы понимаете, о чем речь? Два нарцисса не живут вместе. Они уничтожают друг друга. Друзья, ты не можешь соединить. Возьмите другой, человека, который действительно говорит, Господи, ты впервые. И возьмите нарцисса. Это рабство. Это ненормально. Так тоже оно не работает. Что Бог соединяет? Бог соединяет двух людей, которые в первую очередь любят его. Знаете, говорит, нитка втрое скручена. Что такое нитка втрое? Это когда есть муж и есть жена, и между ними есть Бог. И каждый, и муж, и жена, они в первую очередь отдают предпочтение Богу. Когда я женился, знаете, мы с женой в этом году будет, в следующем будет, 23 года, как вместе. Я помню, я всегда молился, говорю, Господи, пусть моя жена любит тебя больше, чем она будет любить меня. Пусть, еще раз, пусть моя жена любит тебя больше, чем она любит меня. Или саму себя. Вы же понимаете, что человек, который любит Бога больше, он будет меньше любить себя. Как ни странно, это единственный здравый рецепт для семейной жизни, для здоровой семьи. Так вот, друзья, чрезмерная, то есть исключительно любовь к самому себе, это еще один великан. Дальше, тщеславие. Кстати, если кто-то говорит, а при чем здесь своеволие? Ну, вспомните, Моисей, Бог ему сказал, скажи, а он что сделал? Ударил. Это не своеволие? Вот вам, пожалуйста, один из великанов. Тщеславие. Что такое тщеславие? Тщеславие, это когда человек пытается на себя принять хоть какую-то славу. Вот, давайте приведу вам интересный пример. Задам вопрос, вот, Вова, тебе задам вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот то, что происходит, вчера там произошло на юге, грубо говоря, продвижение. Ну, ты сталкиваешься с военными немножко. Юра, Вова, задам вам вопрос. А вы мне скажите, это, наверное, там какая-то 25-я бригада, они молодцы, они освободили Херсонщину. Или это все-таки результат действия всех вооруженных сил? Всех. Но зашла-то, например, какая-то бригада первыми туда? Какие-то ССОшники первыми зашли? Это же их вытаскивали с машины, кричали, слава ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ. Это же им кричали? Так это, может, они победили? Нет? А как так? А так бы кричали в бригаде. Смотрите, друзья, тщеславие, это когда человек говорит, я победю, я сам победю. Знаете, вот мне нравится это слово, знаете, победю, побеждю, да. Знаете, вот это такое, побеждютили. Когда человек тщеславный, друзья, он всегда будет побеждютилим. Он будет побеждютилим, потому что ты не можешь сам. Тебе не дано это. То есть у нас нет такой привилегии, друзья, осознавать, что ты можешь сам побеждать. Посмотрите семью, в которой муж говорит, это, мать, благодаря мне наша семья классная. Серьезно? Или жена, которая говорит, если бы не я, не я, не я, не было бы нас, бы нас, бы нас. Да где вы такое видели? Это называется тщеславие. И понимаете, друзья, вот такая вот штука, она заставляет нас чувствовать себя слабыми. Смотрите, тщеславный человек никогда не пойдет против того, кто превосходит его значительно силой. Знаете почему? Потому что потом придет поражение, а поражение это самоубийство для тщеславного человека, понимаете? И последний пункт, ложь и лукавство. Знаете, я хочу вам сказать, что я обнаружил для себя. Скажите мне, пожалуйста, когда 10 из 12 соглядатов сказали, что мы были как в саранчавых глазах, они были правы или нет? Были? Вопрос, а когда двое сказали, нет, мы можем их победить, они были тоже правы или нет? Вы определиться можете уже, кто был прав? Так кто был прав? Знаете, что я вам хочу сказать, друзья? Ложь и лукавство, слушайте, это не когда человек врет. Ложь и лукавство, это тогда, когда мы факты перекручиваем в угоду самим себе. Когда мы, например, говорим о том, что Бог хочет, чтобы у меня было все. Бог не хочет, чтобы у тебя было все, слушайте внимательно. Бог хочет, чтобы у тебя было то, чего он хочет. А чего он хочет, это уже следующий вопрос. Иногда он хочет, чтобы у тебя было все, а иногда он будет хотеть, чтобы у тебя ничего не было. Чтобы до тебя дошло, что ты в нем нуждаешься. Друзья, ложь и лукавство, это еще один великан. И знаете, вот эти вот великаны, друзья, они находятся внутри нас. Скажите, откуда я знаю? Посмотрите на Моисея. Бог ему очень четко сказал, Моисей, скажи. Моисей послушал, внимательно сказал, да, Господь, пошел и стукнул. Но ты не можешь провести Бога. Бог не ермошка, он видит все. Он видит, он знает, друзья, поймите. Даже когда мы говорим, ну, я считаю. Да считай все, что хочешь. Бог знает, как правда. Бог знает, как есть на самом деле. Именно по этой причине, друзья, вот эти великаны, это те великаны, которые заставляют людей сегодня чувствовать себя малозначительными. Знаете, скажу вам так, друзья, именно по этой причине сегодня среди верующих людей мало богатырей. Потому что очень много верующих людей сегодня, они очень сильно занимаются самосовершенствованием. Понимаете? Самосовершенствование, это неплохо, работа над собой. Но она хороша лишь тогда, когда мы по-настоящему понимаем, что мы не вскармливаем этих великанов, а мы с этих великанов как раз их уничтожаем. Поэтому основная задача, друзья, это не выкормить этих великанов, а основная задача как раз-таки этих великанов уничтожить. Прочитаю вам одну интересную историю, как можно уничтожить этих великанов, или как понять, что ты их уничтожаешь на самом деле. Давайте прочтем одно место из Писания, книга Иисуса Навина, 4 глава, 20 по 23 стихи. История, когда уже вот они переходят. Вы знаете, Иисус Навин и Халев, это было двое из 12 саглядатов, которые одного из них Бог поставил во главе израильского народа. И вот они переходят через Иордан, входят в землю этих великанов, этих исполинов. И Бог говорит Иисус Навину, 12 камней, которые, он ему сказал, когда вы будете проходить Акипосуху и Иордан, который расступится, вы возьмите себе 12 камней, которые там на дне, и из них сделайте жертвенник. И вот он говорит, 12 камней, которые взяли они из Иордана. И Иисус поставил, Иисус Навин поставил в Голгале и сказал сынам Израилям, когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли, так же, как Господь ваш, Бог ваш, сделал с Черным морем, который иссушил Господь Бог ваш пред нами, доколе мы не перешли его. Он сказал им, возьмите из этих 12 камней и сделайте жертвенник. Так вот я вам хочу сказать, друзья, единственное, как ты можешь побеждать великанов по-настоящему, это когда ты вместо этих великанов, ты делаешь, вместо каждого из этих великанов, ты ставишь жертвенник Богу. Ты делаешь так, что Бог становится главнее тебя, Он становится впереди тебя, Он становится перед тобой. Знаете, я обнаружил, у многих верующих людей нет проблемы идти вместе с Богом рука об руку в каком-то направлении. Но очень сложно бывает проходить те моменты, когда нам нужно идти за Ним. Когда ты не видишь, куда ты идешь, когда ты не понимаешь, когда ты понимаешь, что все, что у тебя есть внутри, это вот эти великаны, с которыми ты один на один, вроде бы, ты чувствуешь, что ты один на один, но тебе, оказывается, их надо победить. И знаете, я заметил, что мы скатываемся так потихонечку к такому, знаете, позитивному христианству, в котором классно, когда мы идем с Богом рука об руку, лучше еще, когда мы идем впереди, а Бог за нами. Подталкивает нас в нужном направлении, но мы же знаем лучше, куда идти надо, правда? Так вот я вам хочу сказать, друзья, правильное христианство в тот момент, когда мы не понимаем до конца, куда идти. Знаете, когда израильский народ подошел к водам Иордана, Бог сказал Моисею одну очень интересную фразу, я ее услышал. Он говорит, то, куда я тебя веду, ты не ходил ни вчера, ни сегодня, ни третьего дня. Ты не знаешь, куда ты будешь идти. Он говорит, ты не знаешь, что тебя ждет там. Ты даже не догадываешься, Иисус Навину потребовалось, поверьте мне, потребовалось, скажите, Иисус Навин выполнил все условия Бога, когда они переходили через Иордан? Ему пришлось победить этих великанов. И именно победив сначала этих великанов, он перешел. Моисей, знаете, я так думаю, уже так логически прихожу к выводу, почему Бог, скорее всего, не допустил Моисея войти в обетованную землю? Сказать вам по правде? Я уверен, что когда Бог, помните инструкцию, кто знает, какой первый великан, с которым столкнулся израильский народ, когда они перешли через Иордан, какой там город был первый? Иерихон. Помните, какую он инструкцию дал? Возьми всех, обходи кругами и так далее, и так далее. Как вы думаете, Моисей, которому он дал простую инструкцию, скажи скале, пусть даст воду, а Моисей взял и стукнул по ней. Как вы думаете, что сделал бы с инструкцией относительно Иерихона Моисей? Он бы такого, наверное, там, понимаете, намутил. Упростил, как ему казалось бы, понимаете? Нет. Богу нужен человек, который сможет, друзья, не быть гордым, не быть тщеславным, который сможет следовать за Ним. Он сможет идти за Ним, потому что идти за Богом, друзья, мы не знаем, как идти. Когда у тебя внутри, друзья, побеждены эти великаны, вопрос не в том, что ты о себе думаешь. Вопрос не в твоей самооценке. Вопрос не в том, насколько ты крутой, классный, сильный, а вопрос в том, что он говорит, мы можем. И что он делал? Он успокаивал, заметьте, народ перед Моисеем. Моисей не мог их успокоить, а Иисус Навин успокаивал. Когда ты победил великанов, ты попадаешь немножечко в другую категорию. У тебя внутри становится порядок, у тебя внутри покой. И четыре простых рецепта. Первое, друзья, первый рецепт. Я не знаю, вы сделали слайд на те четыре? Обычно, круто, спасибо, молодцы, классно делают. Итак, друзья, первый рецепт. Определись с тем, кто действительно велик. Ты, великаны или бог? Знаете, я понял, что некоторых верующих великие они. Помните, великий бог есть, да, песня такая? Только правильно у некоторых верующих должна звучать песня так. Великий я. Великий я. Ну, что? И песенка моя. Да, и песенка моя. Понимаете, друзья, определись, кто великий. Ты, великаны или бог? Надо определиться для начала. Потому что, если великий ты, то у тебя проблема. Потому что даже великан будет больше, чем ты. По факту, скажите, те люди, которые шли, ну, скажите мне, в разведку кого посылают? А бы кого? Или людей, которые талантливые? Проверенные, нормальные, талантливые. То есть нормальных таких пацанов. Пацанов отбирают туда. И вот эти нормальные отобранные пацаны приходят и говорят, а вы что, там ребята такие в три раза больше, чем мы. Вы что, смеетесь? Как нам с ними сражаться? Так определись, кто великий. Я пришел в дзен. В мир с самим собой. Я себя люблю. Я доволен сам собою. Все восхищаются мной. Мужчины и женщины. Я достойный. И великаны мной восхищаться будут. Я так верю. Не будут они тобой восхищаться. И вообще все равно, кто ты такой. Им просто тебя на банке, все. Поэтому определись, кто велик. Действительно, первое, друзья. Первое, как ни странно, когда ты определишься, кто великий, когда ты разберешься с этим вопросом. Ты точно начнешь, но это первый шаг победы. Второй пункт. Как побеждать? Иди в твоей ежедневной жизни рука об руку с Богом. Друзья, помните, я уже в прошлом раз объяснял. Оно так не работает, когда у тебя як тревога, то до Бога. Оно не работает так. Понимаете, у большинства верующих людей, знаете, я не видел, смотрите, кто из вас видел? Вот, знаете, сидят, победа, знаете, я смотрел интервью. Что ты будешь делать, когда придет победа в Украину? Кто знает, что больше всего украинца будет делать? Бухать буду две недели. А вы видели человека, который поднимает рюмку? Господи, благослови. Нет. Там я сам знаю как. Когда начинает большинство людей молиться? Когда с великанами. Так оно не работает. Иди, если ты хочешь быть как Давид, если ты хочешь быть как Суснавин, если ты хочешь быть как Халев, Халев, иди в твоей ежедневной, повседневной жизни с Богом. Ходи там с Ним. С Ним ходи. И тогда, когда придет тревога, тебе не надо переобуваться в воздухе. Ты с Ним. Понимаете, ты с Ним. Что я заметил большинство верующих людей? И, к сожалению, первый месяц войны показал о том, что многие люди не верят. Ну, они верят, но не верят. Они очень сильно верят, потому что они не верят. Слышите? Еще раз говорю. Они очень сильно начинают верить, потому что на самом деле не верят. А когда ты в ежедневной жизни, окей, нормально, тяжело, плохо, непросто, но мы пройдем. Третий пункт, друзья. Третий пункт. Не сдавайся, а? Сражайся. Господи, это не моя битва, но твоя. Я пошел, я сдаюсь. А ты, если тебе угодно, сражайся. Сражайся. Сражайся с этими великанами. Слушайте, с гордыней надо? С тщеславием надо? Со своей воли надо? А не молиться? Господи, это не я, но ты сражайся с моей гордыней. Нет, друзья. С гордыней надо сражаться. Ей надо бросать вызов. Ты не можешь. Она не уходит сама по себе, вы понимаете? Она не уходит. Смотрите, давайте я вам приведу пример простой. Большинство людей, с чего начинается воспаление легких? Знаете, с чего? С легкого насморка. Потом оно вот тут застаивается, опускается ниже. И если его не лечить, не сражаться с ним, уходит в воспаление легких. И потом человек умирает. Что надо делать, когда у тебя насморк? Сражаться с ним надо. С ним не надо соглашаться. Его не нужно терпеть. Вы понимаете, с ним сражаться надо. С ним выступать против него надо. Поэтому хочу вам сказать, друзья, если вы хотите, чтобы великаны ушли, с ними надо сражаться. А не сдаваться. Скажите мне, чего ожидали россияне первые три недели или две недели войны от ЗСУ? Что они будут и никак не ожидали, что они будут. Понимаете? То же самое великаны. И последний пункт, друзья, четвертый. Четвертый пункт звучит в следующем. Пусть каждая твоя победа прославит Бога. Ведь впереди еще есть другие великаны. Знаете, однажды будет победа. Украина победит. Я верю в это. Кто-нибудь может сказать аминь на это. Я верю, что Украина победит. И знаете, что самое страшное произойдет после этого? Когда Украина после этого успокоится и расслабится. И она скажет, президент красава. ЗСУ молодцы. Мы народ пошли бухать. И знаете, что произойдет через пять лет? Может, не Россия. Может, другой какой сосед. Пусть каждая твоя победа прославит Бога. Потому что, еще раз говорю, впереди тебя ждут великаны. У меня вопрос. Когда Иисус Навин сказал эти слова, халев Иисус Навин, когда они сказали о том, что мы сможем их победить, мы можем, успокаивал. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, после этого у них были сражения еще или нет? Ни одно сражение. Друзья, поймите, когда пал Ерихон, они прославили Бога. Когда они побеждали Амареев, они прославили Бога. И знаете, что Бог, если внимательно будете читать, Бог им сказал, если когда-нибудь, когда вы войдете в обетованную землю, вы забудете о победах, и кто вам даровал эти победы, говорит, у вас опять придут враги. Запомните, каждая победа в твоей жизни, любое свидетельство, любое благословение, найди в этом, прославь этим Бога. Как прославить? Свидетельствуй об этом, рассказывай. Сделай из этого платформу своей жизни. Если Бог в чем-то тебя благословил, служи этим другим людям. Это мое, это для меня. Не те, что у великана. Знаете, эти великаны, они умирают, но потом иногда они могут прорастать опять. Поверьте, я за 27 лет своей христианской жизни не раз сталкивался, и я понимаю, что еще придется столкнуться и с гордынькой, и со своей волей, и с тщеславием. Поверьте, вам еще предстоит столкнуться с ним. Некоторые люди думают, что если однажды победили гордыню, то уже все, это гордыня, она на века там в забвение ушла. Нет. Друзья, она спит и ждет, когда она проснется. И однажды она укусит снова. Если ты вовремя не будешь бодрствовать. Поэтому он говорит, бодрствуйте и молитесь, правда? Чтобы не впасть. Бог давно нас об этом предупреждает. Знаете, я напоследок хочу прочитать вам только одно место из Писания про апостола Павла. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 9 стиха. Прочту вам два стиха буквально. Апостол Павел, смотрите, друзья, это не финал, скажем, но это расцвет его служения. Смотрите, что он пишет. Говорит, ибо я... Какой? Послушайте, апостолам Павлом написано три четверти из всех посланий Нового Завета. Вы в курсе об этом? Никто не написал столько посланий, сколько Бог дал написать апостолу Павлу. Никто столько церквей, никто столько миссионерской деятельности не сделал. Вы думаете, апостол Павел об этом не знал? Очень хорошо знал. Вы думаете, апостолы об этом не знали? Очень хорошо знали. И что же пишет апостол Павел? Он говорит, ибо я... Он не говорит наибольший из апостолов. Понимаете, друзья, вот великан этот, говорит, я наименьший из апостолов, и он говорит, и я не достоин даже называться апостолом, потому, он говорит, я помню, кем я был. И дальше, 10 стих, но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, но благодать Божья, которая со мной. Друзья, если сегодня ты рожден свыше, если сегодня твоя жизнь, ты называешься именем Христа, это не для того, чтобы успокоиться и сказать, я красавчик, подфартила, нет, это для того, чтобы, друзья, благодать, которая тебе, Бог, который теперь тебе, чтобы потрудиться вместе с Ним, чтобы твоя жизнь стала другой. И первое, с чем придется потрудиться, друзья, это уничтожить своих великанов, поуничтожать эту заразу, поверьте, и не оставьте ей места, потому что, если ты оставишь вот столько, завтра она зайдет по полной. Уж поверьте, так оно и может произойти, но дай Бог, чтобы так не было. Давайте склоним наши головы, я думаю, сегодня есть о чем помолиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, величаем Тебя, Господь. Мы сегодня слышали Твое Слово, и мы знаем, что Слово Твое, оно живо, оно действенно, и оно острее всякого обоюдоострого меча. Господь, сегодня, как дети Твои, как церковь Твоя, мы приходим вновь и вновь в молитве к Тебе, Господь, и мы просим Тебя. Боже, Ты зри, не на опасном ли пути, Господь, смотри в наши сердца, исследуй, обнаруживай, Господь, проверяй, видь наши сердца. Господь, мы доверяемся сегодня Тебе и просим, чтобы Ты сегодня являл Твою милость, являй милость Твою, Боже наш, во имя Иисуса Христа. Дай нам разуметь, дай нам углубиться, дай нам укорениться, Господь, в откровении, Господь, послании, которое сегодня Ты высвобождаешь для нас, как для церкви, во имя Иисуса Христа. Тебе величие, Тебе честь, Тебе слава и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ну, друзья, позитивно, не позитивно, не знаю, честно скажу вам, не знаю, но я знаю одну вещь точно, что когда ты сразишься с великанами, и они там, их не останется немножечко, или, по крайней мере, они потерпят поражение, уж поверьте точно, благословение Божие, они не заставят себя ждать. Аминь? Аминь. Ну, слава Богу, как-то так. Как-то так.